СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК Серебряный век занимает совершенно особое место в российской культуре. Это противоречивое время духовных поисков и блужданий значительно обогатило все виды искусств и философию и породило целую плеяду выдающихся творческих личностей. На пороге нового века начали меняться глубинные основы жизни, порождая крушение старой картины мира. Традиционные регуляторы существования – религия, мораль, право – не справлялись со своими функциями, и зародился век модерна. Любовь к внутренней красоте человека, выражающейся и во внешнем облике, заповедана самим Богом и содержит в себе единство материального и духовного – мистика и эскетизм – основные черты образов, которые сияют из туманности Серебряного века. В нашем сегодняшнем выпуске мы принимаем участие в воплощении образа прекрасной дамы среди живописных полотен. В стенах художественного музея имени Пожалостина мы увидим отголоски прекрасной эпохи. С вами программа «Русская культура. Истории О». В период Серебряного века люди искали новые основания для своей духовной и религиозной жизни. Очень распространенными оказываются всевозможные мистические учения. Новый мистицизм охотно искал свои корни в старом мистицизме Александровской эпохе. Как и на сто лет раньше, стали популярны учения масонства, скобчества, русского раскола и иных мистиков. Магическими экспериментами увлекались Брюсов, Андрей Белый, Мережковский, Гиппиус, Бердяев и многие другие. Мистикой веет и от каждого образа, созданного для сегодняшнего фотопроекта. При этом каждая модель становится произведением искусства в руках визажиста, живописца и парикмахера-скульптора. Макияж для Снежана я начинала с нанесения тона, с моделирования лица, с оформления бровей. После оформления бровей у нас макияж глаз. Сегодня у нас задача яркий, сочный нужен макияж. Сегодня фотосессия, фотосъемка. Платье у Снежаны черное. Сюда абсолютно любой оттенок теней. Вот захотелось мне голубые тени, чтобы подчеркнуть ее глазки. Вот ее нежность. И очень хорошо будет смотреться с черным, бархатным платьем. Да, это будет очень уместно, здорово, ярко. При этом, вот пока я наблюдала за Вашей работой, Вы был художник. То есть, работали кистями, отходили, смотрели на Снежану как-то плотно. То есть, работа визажиста получается сроднее такого, да? Да, да, да. Это все равно, что художник. Отхожу я по несколько раз, смотря на лицо. Занимаю разные позиции сбоку, прямо рассматриваю девушку. Мне очень важно, как это будет смотреться на фотографии. Мне важно, чтобы фотограф оставался доволен моей работой. Собственно, я передаю все свето-теневую коррекцию, чтобы и на фото было это удачно. То есть, в любом случае, модель выступает для Вас, как, ну, будем так говорить, как полос для художника. И Вы создаете произведение искусства. Можно об этом немножко сказать, что для каждого события получается свое произведение искусства, свой макияж? Да, совершенно верно. Макияж бывает вечерний, свадебный, дневной, всем известно. И каждый макияж выполняется по-разному. Свадебный, конечно, не настолько будет ярк. Хотя сейчас девушки смелые могут использовать и подобный образ. Сейчас как-то правил особых уже нет. Собственно, дневной макияж, конечно, не будет настолько насыщенным. Потому что это день, это будет непонятно, это будет эффектом маски. Вот. Сегодня у нас как бы слой достаточно такой хороший. Но это чисто для фотосъемки. Свадебный он был бы легче намного. По нанесению даже текстур на кожу, на лицо. Вот. Сегодня у меня много было моделей. Девочки абсолютно все разные. С разными разрезами глаз, с формами лиц. Настолько все интересные. Я подхожу к каждой девушке индивидуально. Учитывая, причем, характер, прежде всего, девушки. Да, какой макияж она понесет. Здесь в данном образе у нас он яркий, но он нежный, романтический образ. И сама девушка по натуре такая у нас нежная, романтичная. Поэтому непосредственно вот такой макияж, такие оттенки были мной сегодня вот так вот придуманы. Я глянула на нее и поняла, что сегодня я буду делать вот это. Образ продуман до мелочей. И макияж, прическа становится дополнением к наряду, созданному для каждой девушки индивидуально. В основном вся прическа, она идет от образа, который мы уже выбрали, да, платье у девочек. У каждой разное. У кого-то оно более романтичное, как у Екатерины сегодня. Вот, у кого-то более строго. И, соответственно, как бы все это подбирается от уже наряда, какой будет у девочки. Ну и, соответственно, от форм лица, от макияжа. То есть, чтобы, в общем, это все смотрелось очень хорошо, гармонично. Это я видела, когда увидела Екатерины первый раз на примерке. У меня уже сразу как бы в голове были картинки, да, что вот именно вот ей эта прическа очень хорошо подойдет. Вот, потом просто я ее продумала, как это все по-быстрому сделать, и, соответственно, посоветовала в его плоти. Серебряный век – время противопоставлений. Основное противопоставление этого периода – оппозиция природы и культуры. Владимир Соловьев, философ, оказавший огромное влияние на формирование идей Серебряного века, считал, что победа культуры над природой приведет к бессмертию, так как смерть – есть явная победа бессмыслия над смыслом, хаоса над космосом. Стремление вырваться за пределы обыденной жизни и в поисках иной реальности. Погоня за эмоциями – вот черты жизни человека из века Серебряного. Все переживания считались благом, независимо от их последовательности и целесообразности. Это непростое время духовных блужданий породило прекрасную и самобытную культуру. К этой культуре постараемся прикоснуться и мы, оживляя женские образы в стенах художественного музея. Идея сегодняшнего фотопроекта – отобразить красоту женщины как произведение искусства. В связи с этим была подобрана нами локация в виде художественного музея, в котором мы сейчас находимся. Это место, которое было вдохновлено музами, такими же прекрасными, как наши девушки, которых в свою очередь вдохновили наши дизайнеры, визажисты, стилисты, стилисты по прическам. И создали такие невероятные женственные, гармоничные и в то же время разные образы. Сегодня над образами пришлось значительно потрудиться. Конечно, основу составляет костюм – элементы, отправляющие нас в первую половину 20 века, но адаптированные к современности. О них расскажет модельер Татьяна Дмитриченко. Для создания образов служил вдохновением серебряный век. Век загадочный, век, как сказать, всплеска поэзии, мистицизма. Соответствующий этому был использован черный цвет, было использовано очень нежное, тонкое кружево. Образ женщины всегда служил вдохновением для поэтов и художников. Своеобразие мировоззрения серебряного века, конечно, отразилось прежде всего и в разработке образа женщины – главного источника вдохновения поэтов и художников всех эпох. Напряженность духовной жизни, мистицизм, эстетизм, ценностный приоритет творчества, повышенный интерес к проблемам пола и любви. В эпоху русского культурного ренессанса любовь обретает максимально мистическое значение, что способствует изменению представления о значении женщины. Происходит переоценка роли женщины в любви в историческом процессе. За женщиной признается миссия смягчения жестокости и логицизма мужчины, внесения в мир начала эмоциональности, поэтичности, интуитивности. Идея проекта – не просто сделать фотографии и запечатлеть это мероприятие, а сделать из фотографии нечто большее, чтобы это походило больше на произведение искусства, было что-то художественное и дышало вот этой красотой, гармонией женщины. Мыслителями серебряного века женщина признается носительницей и охранительницей нравственного начала, которая коренится в живом чувстве, а не в логических принципах, что подтверждается и анализом женской поэзии эпохи. В культуре русского ренессанса, рубежа веков важное место отводится не просто компоненту эстетическому, но и связи его с идеями добра и истины, справедливость чего утверждается и в отношении красоты женщины, внешняя красивость которой противопоставляется прекрасности. Так случилось, что образ каждой нашей модели очень гармонично вписался в стены художественного музея. В своеобразии восприятия феномена женщины проявляется во взаимосвязи поэтической и философской составляющей серебряного века. Эстетический идеал прекрасной дамы мы находим в философии прежде всего в творчестве Блока и Гумилева. Традиция понимания красоты, в том числе и красоты человеческого тела как гармонии, имеет давнюю традицию. Однако для эстетической мысли серебряного века данная идея проявляет связь более глубокую. Красота вообще и красота тела в частности состоит не просто в пропорциональном сочетании частей, но в гармоничном сочетании целого с идеями истины и добра. Идея организованного гармонического единства, как идея красоты космоса, противостоящего, отрицающему определенность и организованность грозному безначальному хаосу, буквально пронизывает античную философию. Традиция связи красоты с идеей божественного идет еще от псевдодионисия Ариапагита, Августина, Гугосен Викторского, Александра Гальского, Дионисия Картузианца. Своё развитие идея получает и философия серебряного века. Поэтому и наши сегодняшние образы, оживающие в художественном музее, не просто прекрасны, но прекрасны божественно. У меня образ выполнен в греческом стиле. С вдохновением для него послужил фильм с участием Анжелины Джоли. И этот образ создавался буквально по мелочам. То есть как-то, я не знаю, у дизайнеров возникло при взгляде на меня какое-то такое вдохновение. Вот. И он довольно-таки простой, но в то же время лаконичный. И прическа и макияж отлично дополняют. И струящиеся платья. Не знаю, мне очень нравится. При этом, как правило, допустим, греческие образы, это белое или голубое. А у вас такой оттенок декаданса немножко, да? Да. Черный парк. Как правило, это такие, да, цвета, более нежные, что ли. А здесь так вот все. Как вы думаете, вот эта находка такая, что она подчеркивает? Я думаю, что это вполне уместно, потому что она подчеркивает утонченность девушки. Вот. И, не знаю, это необычно. Владимир Соловьев подвергает сомнению точку зрения, согласно которой художник, создавая в искусстве прекрасное, отделяет эстетический элемент в природе от всех материальных случайностей. Согласно теории Соловьева, роль художника гораздо глубже. Он не повторяет, а продолжает дело природы. А красота является идеальной целью всемирного развития, как материальное воплощение того самого идеального содержания, которое до такого воплощения называется добром и истиной. Ощущение надматериального значения красоты свойственно многим поэтам, в том числе Блоку. Милый образ, нежный сон, ты не здешний, видно силой, наделенный окрылен. У Гумилева мы встречаем следующие строки. Лик жены подобен раю, обетованному творцом. Потому что сквозь красоту, просветленную духовной гармонией, видится высшее благо, находящее выражение в образе рая. То, что в этой красоте непременно подразумевается связь с нравственностью, подтверждают строки. Два вещих сирена, два глаза. Велиречивостью рассказа все тайны духа выдают. Конец 19-го, начало 20-го веков представляет собой переломную эпоху не только в социально-политической, но и духовной жизни России. Великие потрясения, которые пережила страна за сравнительно небольшой исторический период, не могли не отразиться на ее культурном развитии. Полотно Серебряного века получилось ярким, сложным, противоречивым, но бессмертным и неповторимым. Это было полное солнечного сияния творческое пространство, светлое и жизнедающее, жаждущее красоты и самоутверждения. Оно отразило существующую действительность. И хотя мы зовем это время Серебряным, а не Золотым веком, может быть, именно оно было самой творческой эпохой в российской истории. С вами была программа «Русская культура. Истории О». Субтитры создавал DimaTorzok